ДНК Бога в нас ДНК Бога в 21-м году. Вставайте и действуйте. Может быть, вы растеряны, но вставайте и действуйте. Вспомните, кто вы есть во Христе Иисусе. Во время подготовки к передаче во мне словно горел огонь. Я говорила себе, это моя жизнь. Мое стремление заключается в том, чтобы все люди, которые слышат мое послание, Слово Божье, открыли свои глаза и сердца, услышали это откровение и начали применять его в своей жизни. Знаете, что делает наш враг? Он запутывает нас, стирает нашу память о том, кто мы есть на самом деле. Он знает, что, запутав вас, он внесет хаос в вашу жизнь. И вы больше не сможете жить полной жизнью, которую для вас приготовил Господь. Поэтому Слово Божье так важно в нашей жизни. Необходимо знать, что Он говорит о вас. За прошедшее время Петер и я открыли для себя, как красиво наша страна, Голландия. Мы любим совершать прогулки по городу. Старинные домики, улочки, какие прекрасные старые церкви и есть в Нидерландах. И, конечно же, за границей тоже. Мы каждый раз ищем новые места, где мы еще не были. Когда мы в городе, мне очень нравится ненадолго зайти в красивую церковь. Невозмутимое спокойствие, прекрасные люстры, резные окна, канделябры, орнамент, скульптуры. Все это великолепно. В Библии говорится, мы есть храм Святого Духа. Мы носим присутствие Бога в себе. Мы ходим в Духе Святом. Мы есть пристанище, мы место свободы. Если наши глаза откроются, чтобы увидеть нашу духовную сторону, вот тогда мы удивимся, что Бог поместил внутрь нас. И вот об этом я хочу сегодня поговорить. Слово, которому вы можете доверять. послание, которое придает вам смелость и силу, спокойствие и мудрость понять Слово Божье. В Библии говорится, позволь Слову Христа заполнить все твое сознание. Давайте помолимся. Отец, благодарю Тебя, что сегодня Ты сказал нам свое Слово. Оно живое, действенное, меткое. Отец, я благодарю Тебя, что мы все полны ожидания Слова Твоего, исходящего прямо из Твоих уст. Отец, я молюсь, чтобы Святой Дух открыл мне содержание Твоего Слова, чтобы Святому Духу хватило сил на все. Мы все молимся во имя Твое, во имя выше всех имен. Аминь. Мы восхваляем и благословляем Тебя. ДНК Бога, гены, которые дают вам жизнь, дают вам возможность определить, кто вы есть, идентифицировать вас. Он один имеет право и возможность рассказать вам, кто вы. Знаете, не важно, что другие говорят о вас, что у них есть, право и знания, что-либо рассказывать о вас, обстоятельства, которые, возможно, затруднили весь процесс, прошлое, повесившее на вас ярлык. Но у всего этого нет права вас клеймить. То, как вас называли отец и мать, возможно, нанесло вам глубокую эмоциональную рану, болезненное прошлое. Но знайте, что все это не может стоять на пути реализации замысла Бога, вашего божественного призвания. И кто вы есть на самом деле. ваше прошлое не ограничивает вас, ваше поведение не ограничивает вас, ошибки тоже не ограничивают вас, ваши неверные шаги не ограничивают вас, а также ваши чувства и обстоятельства. Вы и своим происхождением не ограничены, неважно, откуда вы родом. Вы есть такой, каким вас создал Бог, и тем, кем он вас назовет. Ваш отец дал вам имя, и он сказал, ты избранный, ты королевский священник, ты прощен, ты избран и наделен умениями и навыками, ты не ошибка, ты был создан по образу и подобию Божьему. Все, что мы есть с вами, наши тела, волосы, кожа, каждая ваша уникальная черта была создана по образу Божьему. Это значит, если какой-нибудь орган или ваша система выходит из строя, то она в сущности идет против Бога. Вы есть то, что о вас говорит Бог. Все может полностью перемениться, когда вы встретитесь с Богом, когда Он свою индивидуальность и свою ДНК откроет вам. Если вы сонастроитесь на Его мысли, на Его правду, Его видение будущего и поймете, что Он приготовил для вас, то поменяется курс вашей жизни. Давайте вместе прочтем из второго послания Коринфянам. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Это очень важная часть, написанная апостолом Павлом, Духом Святым для прихожан, для нас. Все послание для нас во Христе. И как нам применять это послание в своей каждодневной жизни. Почему это важно? Потому что если человек во Христе, то он есть новое создание. Кто? Тот, кто ходит во Христе. Из Библии очень хорошо видно, что существует два царства во Христе и не во Христе. Послушные овцы и заблудшие овцы, люди, приглашенные на обед и не желающие принимать в нем участие, люди, принявшие приглашение и сидящие на пире за столом рядом с Иисусом. Мудрые силы и злые силы, овцы и козлы, одни живут для Бога, другие душой уже мертвы, люди тьмы и люди света, люди отлученные от Бога и дети Божьи, люди далекие от Бога и люди, живущие духовно рядом с Богом, люди, живущие телесным и люди, живущие духовным. знайте, без Христа вся наша природа человеческая останавливается, а во Христе мы находим благодать. Это состояние, в котором вы находитесь. Библия говорит о тем, которые приняли его, дал власть быть детьми Божьими. Мы и есть дети Божьи. Нам должно заново родиться и уверовать. Мы спасены посредством простой веры в Иисуса. Это совершенно и кардинально. Я говорила с людьми и слышала иногда такие ответы. Да, я тоже занимаюсь своей верой. Я подумала тогда, что Иисус не просто какой-то дополнительный компонент в вашей жизни. Его нельзя вот так запросто поставить рядом с собой, когда он вам нужен. не так ли? Иисус это не что-то дополнительное в моей жизни. О, да? Я тоже верю, знаете, если он мне нужен. Я пойду и возьму его с полки. Знаете что, Иисус не может существовать без вас. Вы есть моя жизнь. Иисус центр всего сущего. Вы во Христе, вы в нем. Он не стоит рядом. Это такое особое состояние, в котором вы живете. Это как раз противоположно тому, чему нас учат в этом мире. Весь мир вертится и твердит, речь идет о вас, чему вы следуете, что вы испытываете. Надо жить только для себя. Но знаете, если мы поместим Иисуса в центр каждой мысли, в центр всего, что бы мы ни делали, тогда мы живем в нем. И это то место, где мы должны быть вместе с вами. Во Христе. Если человек во Христе, то это позиция верующего, который является новым созданием. Это и есть та самая правда о вашей жизни. Во Христе самое любимое выражение Павла, оно встречается в Новом Завете более чем 165 раз. И это его способ. Это способ Бога посредством Духа Святого описать, как выглядит наше спасение и наш статус. И не только это. Павел получил об этом откровение от Святого Духа. Если мы в нем, и Отец смотрит на нас, то он видит Иисуса и его святость. Он видит его справедливость и его совершенство. Если мы ходим в Иисусе, то мы спасены. Если мы в Иисусе Христе, то мы сделаны совершенными. Во Христе нет осуждения. Быть во Христе это быть в состоянии благодати. Быть во Христе значит быть вместе с Ним распятым на кресте. Это значит мы умерли вместе с Ним. Быть во Христе значит мы с Ним и воскресли. Быть во Христе значит мы вместе с Ним вознеслись на небо. Он дал нам место в Нем по правую руку Бога. А это значит мы свободны и мы у себя дома. Три недели назад одна из наших первых последовательниц была больна. Она переехала тогда в другой город и я узнала что она заболела. Я поехала к ней она была слаба но душевно она оставалась очень сильной. Она знала кто она есть на самом деле. Она укоренилась и укрепилась в Нем. Это было ее состояние благости. мы с ней три часа подряд говорили о величии и благодати Господа. В прошлое воскресенье она переехала из своего земного дома в дом небесный. О чем она сама мне говорила. Как же это должно быть прекрасно встретиться с Ним. Она сейчас рядом с Иисусом а рядом с Ним вы в состоянии славы. Она вошла в состояние божественной славы в его сияния. Она воссоединилась с его сиянием. Как говорит апостол Павел смерть для меня приобретение. Это невероятная потеря для семьи но они ей безмерно благодарны за всю мудрость и любовь которыми она делилась с ними. Знаете самый лучший день у нас еще впереди. Он возьмет нас к себе в его сияние. Божественная ДНК в нем где-то внутри. вспомните Ноев ковчег в Ветхом Завете. Только те, кто был в ковчеге избежали Божьей кары. Когда начался потоп, они были спасены. Это пример того, что мы имеем во Христе. Для тех, кто во Христе нет наказания. Когда мы с Иисусом, нам уже не заблудиться. В нем моя справедливость и моя надежда. тогда я буду освобождена от кары, потому что Иисус уже искупил все. Если вы находитесь где-то внутри, то вы защищены от того, что происходит снаружи. Если мы в нем через веру и надеемся на него, тогда все, что происходит снаружи, нас не заденет. Все, что происходит сейчас в этом мире, страх, вирус, тьма, воззвание к концу времен. Дорогие мои, вам не надо этого бояться. Мы в нем. Мы его невеста, а он ее жених. Мы едины с ним. Мы надежно защищены в нем. В Библии очень четко об этом говорится. Не бойся. В результате того, что вы есть в нем, как говорит Библия, есть вы есть новые создания. Вы понимаете? Вы есть новые творения. Два слова. Первый из которых новые. Это слово в данном контексте никак не связано со временем, потому что новое, связанное со временем, стареет. Если у вас новая машина, например, через два месяца, она уже как будто старая, новое в Царстве Божьем никогда не стареет. Как бы долго мы с вами не служили Господу, как долго бы вы не были христианами. Вы так же на «вы» сейчас, как и тогда, когда вы его приняли. Вы всегда новое создание. В этом заключается огромная сила, осознание того, что он сделал ради нас, а не просто пытаться быть новым созданием. Вы есть в нем. Он нас вместе с ним воскресил из мертвых и вознес на небо в Иисусе. Если мы по слову правды, Библии, благодати, спасением верим, то Духом Святым нам гарантировано Его обетование. Когда Бог пришел спасти нас, Он спас нас не только от нашего прошлого и наших грехов, Он сделал нас совершенно иными людьми. Мы рождены заново, и Его Дух находится внутри нас. Вы рождаетесь тем, кто вы есть на самом деле. Я заново родилась, и Я новое создание. И в ком вы рождаетесь, то это и будет вашей ДНК. У вас божественная ДНК. И это есть ваша природа, ваше действующее нутро. В результате вашей старой личности больше нет. Вы есть новый человек во Христе. Человек это Дух, и у него есть Душа, которая живет в его теле. Вы и Я это духовные существа, у которых есть Душа, и мы живем в наших телах. Но мы не есть наши физические тела. Ваш Дух был полностью обновлен через повторное рождение. Это вы настоящие. Мы в нем. Когда Иисус умер, умерли и мы вместе с ним. Давайте я покажу вам пример. Вот моя Библия. У меня здесь лежит линейка. Представьте себе, что Библия это Иисус, а вот эта линейка это мы, я помещаю ее в него. Знаете, опыт бытия в нем, это теперь наш опыт. Мы есть в нем. Почему? Потому что мы живем в нем, мы умерли вместе с ним. И в результате смерти Иисуса мы заново родились. В первом послании от Иоанна говорится, ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. Мы едины с жизнью Господа. Вы есть новое создание по образу и подобию Его. Бог поместил новую ДНК в нас, которая настолько сильна, что благодаря ей мы можем оставить позади нашу прежнюю жизнь. Все старое ушло. Сказано в Библии, запомните это. Все, что связано с прошлым, наши старые личности, жизнь во грехе, намерение задобрить Бога, силы дьявола исчезли. Исчезли наши старые мысли, наши старые отношения с миром. Они не просто ушли, они исчезли. из-за того, что мы умерли вместе с Иисусом, мы умерли и для греха. Мы стали совершенно новыми, благодаря нашему единению с Богом. Обратимся к Библии. В послании Коринфянам сказано, давайте посмотрим, все стало новым, все стало новым и свежим, пришел новый порядок. Новое это что-то свежее. Как же это возможно? Как такое возможно, что теперь все новое в вашей жизни? Знаете, это стало возможным благодаря любви Господа. Если вы веру отдадите Иисусу, то вы будете новым созданием, и Его любовь будет помещена в ваше сердце, когда вы увидите, что Бог спас нас, освободил и даровал нам вечную жизнь. Его любовь потечет в ваших жилах. Мы любим Бога, даровавшего нам освобождение. Любовь нашей духовной жизни это жизнь с Ним и отношения с Ним. Это сила, это энергия, которая никогда не сякнет. Она всегда будет новой и становится только сильнее и сильнее. Свет сияет все ярче, радость пребывает, она искрится, она новая и свежая. Его новизну каждый день, каждое утро дает благодать и верность. Библия древняя книга, это дух вашей жизни. Вы читаете и каждый раз заново открываете что-то новое для себя. В послании Коринфянам сказано, любовь Христова объемлет нас. Знаете почему? Любовь это страсть внутри нас, она освобождает нас. Меня это наполняет энтузиазмом. Я хочу, чтобы весь мир узнал об этом, что в вас, в жизни появилась новая любовь. Мы приняли любовь Господа в нашу жизнь, а его любовь это первое и последнее слово во всем, что мы делаем, потому что Он первый, кто полюбил нас. Любовь Христа жертвенная, Он отдал свою жизнь за нас. Христос это любовь, Иисус всегда отдавал всем свою любовь. У любви Его нет границ, даже для врагов. Он дал знать о своей любви на кресте. Он говорил, Отец, прости им, ибо они не ведают, что творят. Это чистая любовь. Он говорит в Евангелии от Иоанна, возлюбленные, знаете, что это значит? Что вы и я любимы, Бог вас любит, Бог очень сильно вас любит, потому что Он нас любит, я могу себя с Ним соотносить. возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Любовь идет от Бога. Каждый возлюбленный и любящий от Бога, ведь в нем есть Бог. Идем дальше. В 4 главе 1 послания Иоанна мы читаем, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем. Любовь внутри нас, там ее место. И тогда мы будем смелыми, прежде всего, в судный день. Каков Он, таковы и мы в этом мире. Каков Он, таковы и мы. А это и есть наша ДНК. Это и есть ДНК Бога в нас. Это не говорит о том, что мы будем такими же, как Он, когда попадем на небо. Нет. Вы такие же, как Он сейчас, в этот самый момент. Вы и я такие же, как Бог, как Его Личность. Я такая же сейчас в этом мире. Я такая же, как Иисус. Во мне Его ДНК. Что это значит на практике? Вы можете чувствовать себя иногда разбитыми, но ваша индивидуальность та же, что и у Иисуса. Мы такие же, как Он. Что же здесь имеется в виду? Иисус слаб и разбит? Нет. Он силен и собран, и я похожа на Него. Мы недавно пели о том, что мы были разбиты, но Он сделал нас собранными и совершенными. До тех пор, пока вы будете называть себя тем, кем вы не являетесь, то вы живете всего лишь телесным, а не духовным, и вы никогда не сможете жить полной жизнью, которую Он приготовил для вас. Религия всегда резко негативно воспринимает, когда вы говорите, что вы точно такой же, как Иисус. А враг не дремлет, он уже рядом. Он знает, что вы соотносите себя с Иисусом, то ему до вас уже не добраться, ведь вы тогда будете сильными. Враг желает, чтобы вы думали, что вы разбиты, он хочет, чтобы вы думали, что вы недостаточно хороши, вы не такие, как он. Это то же самое, как с Адамом и Евой. Помните, тогда враг говорил то же самое, вы не такие, как он, вы не такие, как Бог, но они были полностью сотворены по образу и подобию Божьему. Я говорю вам, что мы точно такие же в этом мире, как он. Вам нужно соотнести себя со своей настоящей индивидуальностью, каков он, таковы и мы в этом мире. Поэтому ваш дух внутри, в нем заключено все, что нам нужно в нашей жизни сейчас. Видите, через призму слова, как новые создания, да мы и есть новые создания, мы призваны, чтобы прожить все это, эту новую индивидуальность, как? С помощью обновления наших мыслей, обращения к правде, к тому, кто мы есть на самом деле. Обновите свои мысли, и вы поймете, кто вы есть на самом деле. С самого начала обновите свои мысли. Во втором послании Коринфянам говорится, все уже от Бога, все от Бога, все от Него, им и для Него создано. Это Его работа, это Его деяние. Новые создания, это божественная работа. Мы рождаемся по велению Господа. Написано, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Я очень хорошо помню, когда я только пришла к вере и прочитала этот отрывок из Библии. Да, это потрясающие слова. Я была тогда неуверена в своей вере и почувствовала, что можно быть ребенком Бога. Когда я это прочитала, то поняла, что Он дал нам слова искупления. Он доверил нам открыть дверь самим в наше спасение. Спасение это путь к Богу. Я знаю одно, Слово Божье важнее всего и это правда. И с того момента я знала, что мы можем привнести что-то в этот мир. Мою способность говорить, женскую способность рассказывать, Он тоже может применить. Мы послы Иисуса Христа. Мы все избранные в нас Его сила говорить во имя Его, представлять Царя в этом мире. Мы небесный глаз здесь на этой земле, подкрепленный божественным авторитетом. Самый главный вопрос, зачем Бог делает все это внутри нас? Почему Он дал нам веру в Иисуса, чтобы мы стали новыми людьми? Потому что Его сердце принесло нам искупление. Все Евангелие, вся Библия, все откровения показывают нам, что Бог хочет искупить грехи человечества, потерянного в раю, где мы были отлучены от Бога из-за греха. В начале времен Бог сказал, «Я искуплю их грехи, я восстановлю, я примирю». И Он начал все это ради искупления. Он послал Иисуса на землю, чтобы Он вновь привел нас к Нему, Богу Отцу. В Иисусе мы прощены. Мы есть посланники Господа. Мы служители этого искупления. Мы берем с собой любовь Бога, Отца в этот мир. И мы рассказываем, что Бог хочет, чтобы вы были снова с Ним. Он хочет, чтобы вы познали Его любовь. Мы новые создания, и мы берем с собой в мир Его послания для тех, кто еще Его не познал. Послания, вселяющие в вас смелость и основу того, кто мы есть на самом деле. Новые создания в Иисусе. Вы больше не тот, кем были. Бог взял вас к себе обратно, а теперь Он нас отправил обратно с тем же посланием об искуплении грехов. Давайте помолимся. Может быть, вы сейчас дома и смотрели нашу передачу. Самое лучшее в вашей жизни, чего бы вы только смогли желать, это жизнь с Богом. Когда ваши грехи искуплены, искуплены им, вы обновлены им, взяты в вечную жизнь, если вы примете Иисуса в свое сердце, откроетесь для Него, вы будете прощены. Уверовав в Иисуса, вы станете новым созданием, вам будет дарована новая жизнь, вы будете прощены, оправданы, свободны от греха и стыда, обвинения. Вы в Нем. Просто повторяйте за мной, Отец, Ты даровал нам Твое прощение. Мы верим, что Иисус на кресте искупил все наши грехи. Благодарим Тебя за то, что мы свободны. Не я больше, но Ты живешь во Мне. Спасибо Тебе за новую жизнь, за Твою ДНК, которую Ты поместил в Меня, как источник живой воды, источник вечной жизни. Я благодарю Тебя, что Ты наполнил Меня Духом Святым, новой силой, Твоей любовью. Для всех, кто молился вместе с нами, я говорю, что я вас благословляю любовью и смелостью. Аминь. 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 Продолжение следует...